Итак, ребят, здравствуйте, Бовсуновский с вами. Сергей задал вопрос. Всем привет. Что должно быть на GitHub? Пришло приглашение, что нужно делать? Итак, Сергей, я вам отправил приглашение на проект. Вот он. Сейчас я покажу, как это все будет происходить. И на репозиторий. Обратите внимание сразу, что каждый в проекте имеет переписку. То есть, вот здесь есть пункт, с чего мне начать. И тут вам написано, переходите к пункту 2. Изучение GitHub. Итак, когда вы пришли в проект, первое, что мы изучаем, ГИД. Здесь идет переписка такая же во втором пункте. И дальше будут добавляться справки, основные команды. В общем, все будем по ходу, по вашим вопросам делать. Вначале, если вы откроете проект, пока нет репозитория, он будет выглядеть так. У вас он отобразится, но ничего не будет. Я вам отправил приглашение, как и любому другому человеку. Вы нажимаете вот на этот квадратчик. Здесь написано приглашение. И вам надо его подтвердить. После этого у вас появляется репозиторий. И сразу есть описание. То есть, здесь я не ставил, сейчас не прав, ничего. Позже добавим. Вы здесь можете отправлять, принимать ГИД. ГИД это социальная сеть для программистов. Программисты общаются кроме слов, кроме сообщений, кодом. Вообще жизнь изменится полностью. Обратите внимание, у вас сразу вверху появились проекты. И этот проект уже будет. Также вы можете создавать у себя на странице, у себя на странице, вот я сейчас, допустим, в другом, да, там, Бов Анда, тоже репозитории, тренироваться со своим личным репозиторием. Но также переходите на основной проект, который из школы, да, и там уже с людьми общаться. Также у вас есть, смотрите, общение. Общение. То есть, то, что относится к этому репозиторию, у вас есть. С чего мне начать, изучаем ГИД. Сразу появляется. Иными словами, вы даже не выходя с своего аккаунта, можете работать, да. На проект вы что делаете? Вы переходите, нажимаете на проект. И у вас, в вашей странице открывается, это я уберу, открывается уже начальное, начальное, что делать. В дальнейшем дальше, я вас буду добавлять другие репозитории, просто давайте все делать поэтапно. Сначала работаем с ГИД. Теперь давайте я открою свой и покажу смысл, да. Смотрите. То есть, с чего начать поймете. Дальше идет у нас переписка. Если вам что-то непонятно, и это вы можете сделать у себя со страницы, да. Просто, где я показывал, у вас это все есть, общение, да, вот здесь. Открыли. Если дальше вы что-то не понимаете, вы просто пишите здесь комментарии, спрашиваете. Будем делать справку по ходу. Будут помогать другие ребята. Иными словами, на первом этапе вам надо научиться работа с ГИД, загружать репа, вынимать ветки. Все это в школе тоже есть этот материал. ГИД везде одинаковые уроки, да, вы, наверное, смотрели. Но здесь надо работать уже с сайтом ГИДХАП. И изучайте возможности сайта. Здесь все очень просто и понятно. Чувство, если не знаете, нажимаете главное меню, мои репозитории, мои проекты. Дальше рассмотрим мы среды разработки и настройки. Если вы находитесь, допустим, смотрите. Если вы открыли репозитории, значит, здесь открыли конкретный репозиторий. Пусть будет тестовый какой-то, да. Я свой открыл, да. То здесь в любом репозитории будет сеттинг, то есть настройки репозитория. То же самое будет и во всех других частях. Что не открываем, всегда будут настройки. Вот эти настройки относятся, когда мы открываем главное меню ко всему проекту. Это я вам так, на тот случай, чтобы вы, если что-то будете делать другое. Когда я нажал, допустим, находясь в репозитории Table, то у меня здесь проекты не привязаны. Видите, да. Поэтому я, если перейду на свою основную запись, то у меня появятся следующие вещи. Сейчас, секунду. Я открываю репозиторий. И, секунду. Обратите внимание, я вам дал ссылки на репо, да, но ничего не упустите, не переживайте. Пока даже вот этих репозиториев, да, которые проект, у вас может не быть. Но, смотрите, как только вы написали сообщение, вот я сейчас... Что сделал? Я сейчас написал сообщение, то есть с того аккаунта BovAnder, да, и ответил, да, на него. Теперь давайте посмотрим, что... То есть ничего не упустите. Смотрите, во-первых, у вас опять появилось, да, попозже. То есть появилось уведомление. Ничего в школе вы не пропустите. И здесь можно видеть сразу, о чем люди вообще говорят, да. У вас... Давайте посмотрим. Смотрите. Сразу у вас появился проект. После первого сообщения. Уже у вас проект есть, да. То есть сразу на него выходите. Теперь давайте посмотрим, должны появиться и все остальные репозитории. Перейдем на главную, да. Это Das Buart. Сейчас, секундочку, посмотрим. Да. Если мы нажали на главную, ну, как бы... И смотрите, сразу вот появилось вот здесь внизу, то есть то, что... недавняя деятельность, то есть написано, да, недавно, что произошло. И дальше просто пощелкайте. То есть теперь это будет все уже и в вашем аккаунте. В вашем аккаунте будет. Все добавится. Чувство, как я сказал... Открывайте... Открывайте... Значит, сейчас... Сейчас, секунду. Главную. Главную, да, вот так. Здесь вы всегда увидите. И нажимаем, грубо говоря, от доска, да. Но в любом случае, как я сказал, потом все... Потом все... Все вот это будет отображаться. Еще раз говорю, проект очень легко найти. Вот, нажимаете на недавнюю деятельность, которая у вас потом уже будет постоянно с проектом связана. И здесь вот проект. Да, то есть вы сразу можете перейти проект. То есть вам не надо искать где-то ссылку и так далее. Все, здесь понятно. Теперь... Сергей... На... На ютюбе, на главной странице на моем канале есть лист. Да, вот первые действия. Дальше составлю справку. И дев. Посмотрите, да, там создание гид. Это начало. В школе есть уроки, там, правда, по бакет, но это не имеет значения. Давайте работать с гидкат. Сейчас ваша задача отработать с гид. Теперь, что касается самого проекта. Смотрите. Первый проект... Это первый проект. Первый проект, он, как мы видим, называет Sunbox DevHackers. Песочница для хакеров, разработчиков. Иными словами, зачем этот проект сделал? Сейчас. Вот смотрите. Вот вы пришли, разобрались с гид. По программированию вы уже где? Пошли с атрибутами серьезно работать. На данный момент я знаю. Здесь, Сереж, будет отличие в том, что то, что в группе собиралось на разных уровнях... Так, секунду. На разных уровнях, да, если мы возьмем переписку, да, вот сейчас даже не успеваю все сделать, то здесь будет собираться система работы с кодом. Каждая вещь с обсуждением и с кодом. Далее. Наша система изучения дальше будет здесь продолжена, и каждый будет также сможет работать на своем уровне. Новички будут с параметров начинать. Дальше я добавлю сейчас уже на днях атрибуты. Единственное, что здесь добавляется, что здесь добавляется раздел разработка. Во-первых, сам по себе репозитория разработки. Во-вторых, сразу разработка продукта. И вот когда мы видим вот здесь разработка начальный уровень технологии, это значит, что мы будем изучать технологии, например, реализация функции обратного вызова. Не сама функция написать там две строки, а как ее реализовать. Реализация миксина. То есть это уже идет, когда мы вышли на определенный уровень, то есть чтение кода, написание кода, именно здесь, да, здесь уже идет разработка. Иными словами, мы должны подойти ко второму проекту, где будет уже более серьезная разработка. Начнем мы заниматься с искусственного интеллекта. Кроме этого, будем работать с сайтами, мобилами. В общем-то, каждый найдет себе то, что он и любит, то, что он и делал. Кому нравятся мобилы, будут мобилы. Но все-таки искусственный интеллект я рекомендую зацепить всем. Итак, делаем вывод. Вся та же школа, только теперь все с кодом. Полностью все с кодом, да. Плюс, ребятам в школе всегда не хватало общения. Здесь его предостаточно. Обсуждение кода. Иными словами, программисты это люди, которые как раз таки и обмениваются кодом. Код это и есть сообщение, код это и есть жизнь. Почему движение будет намного эффективнее и быстрее, и легче. По ходу добавления, по ходу добавления, вы сможете, опять же, работать не торопясь. Почему? Потому что открыли раздел, поработали, да. Открыли, поработали. В своем репозитории вы можете вести для себя заметки, ну и так далее. Иными словами, сейчас немножко другой подход, который будет очень-очень эффективным. В школе мы выходили на уровень, когда ребята начинают писать. Сейчас сюда мы добавляем, к начальному уровню, это реализация конкретных конструкций. Конкретных конструкций. Давайте приведем самый простой пример. Открываем тога. Берем конструкции не с головы. Все конструкции будут с профессионального кода. Вот мы рассматривали класс. Ап. Так. То есть документ АП. Сейчас я посмотрю, где это. Да. Иными словами, ну давайте, что я от вас хочу на выходе. Вот смотрите. Первое, что я от вас хочу. Вот берем на примере Windows Set. Я взял именно это, потому что по нему есть видео. По крайней мере, ребята новые, которые еще не в школе, могут потрогать это. Потрогать, подписать. Крутой Python. Находим на моем канале. И смотрим эти видео. Это потога, профессиональный инструмент. Вот Russell Kate Magi, ведущего разработчика Django. Код очень чистый. Что я хочу, чтобы вы мне сказали? Что это? Где применить? И как применить? Давайте я попробую разъяснить. Ответим себе на вопрос, почему это выбрал Russell Kate Magi. Окно добавить в приложение, то есть добавление окна в приложение. Я хочу, чтобы вы поняли, мне рассказали, это код чистый. Почему? Потому что он полностью отвечает принципу Solid. Раз. Solid, это мы смотрим C++. Вначале я говорю, что разберитесь хотя бы с одним принципом основным. Аббревиатура, да? С одним принципом. Принцип единственной ответственности. Хотя бы с этим начните. Первое. Смотрите. Этот принцип должен иметь одну обязанность. Открываем код и смотрим, так ли это у Russell Kate Magi. Абсолютно так. Почему? Этот код делает всего два действия. Добавляет и удаляет окно. Больше действий нету, поэтому запутаться здесь сложно. Иными словами, принцип единой ответственности, это каждый ваш класс должен делать только какие-то парные действия. Не надо туда толкать, допустим, другие, только одно конкретное действие. Дальше я хочу, чтобы вы разбирались, а почему же здесь столько много кода, а тут только принцип единой ответственности. По одной простой причине все остальное этот код обслуживает. Итак, давайте закончим с принципом единой ответственности. Смотрите. Метод add добавляет окно, метод discard удаляет. Вот этот код метод add и метод isub добавил RussellKateMaggie. Оно тоже делает два действия тех же, тех же, что и выше, только по-другому. Но действия те же добавляет и удаляет. Иными словами, смотрите, здесь получается четыре варианта, но действия одно и то же, плюс-минус. То есть добавить, удалить. Давайте посмотрим второй вариант очень коротко и быстро. Сейчас я посмотрю, если здесь он есть, чтобы не искать. Так, нету. так. Так, 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 так. Смотрите, запущу проект. Обратите внимание, что сейчас произойдет. Перемести меня. То есть, окно переместилось, вы только что увидели. Вот за это отвечает как раз-таки и этот, и ад. обращаем наше внимание, да, берем функцию обратного вызова, defurrigin вверху, и дальше начинаем смотреть. Так, что, вот, нет, второе, don't New Resit, New Window. Не, стоп, стоп, дайте, не изменять размер окна. Сейчас, да, вот, все, посмотрел, вспомнил. Смотрите, значит, ой, сейчас, секунду. Вот здесь идет позиция, да, не изменять размер окна. Далее мы пишем обработчик. Значит, self up window, как раз это и есть window.z, если мы посмотрим справку, up window, да, то есть, что и писал он. И здесь есть плюс равно, New Resit window, новое положение window. Иными словами, плюс и равно, это и делает вот этот метод и ад, да, то есть, который называется сложение на месте. Что происходит при сложении на месте? Смотрите, мы взяли app window, которая, в принципе, с этого класса и добавляет окно. Но до этого мы написали где оно там? Я не туда смотрю. секундочку. Все, 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 немножко не то сказал. Значит, смотрите, все, бегом поэтому смотрите, пришлось посмотреть. Все правильно. До new windows. Размеры окна не изменять, оно же не изменилось, но новая позиция 300, да, 300, 300. Теперь давайте проматываем вниз. Новая позиция 300, 300. Значит, здесь все правильно. Мы добавляем окно. Смотрите, добавляем плюс и равно. Это сложение на месте метод иад. Иными словами, то, что справа, вот то, что мы писали функции обратного вызова, это действие присваивается левому операнту. Иными словами, при создании окна, окно будет создаваться тем классом, но при этом, при помощи метода иад, который будет это обрабатывать, это действие будет выполнять левый оперант. Дальше, если мы промотаем, то мы увидим это цепляем на button, перемести меня. И там есть что? Перемести меня. Функция до origin и второй метод btm до new windows button. Создать окно new windows. То есть два метода. один создает, второй перемещает. Мы цепляем, как видим, как функцию обратного вызова. Кнопки, да, кнопки. Открываем код. Может, немножко запутанно объясню, но спешу просто. Теперь смотрите, что получается. Получается, вот эти четыре метода, да, ад, дискард, добавленные Russell, кейтов, маги и ад и суп делают одно и то же действие. Теперь мы должны понять, откуда это все взялось. Почему все остальные классы, мы их не учитываем? Нет, мы их учитываем. Просто они нужны для обслуживания и работы этого класса. Давайте посмотрим. импорты. Мутейблсет. Если мы, обратите внимание, если вы работаете с ООП по системе Бовсуновского, то, конечно, вы найдете и изучите основные вещи, потому что последовательности мы точно изучаем. И мы можем посмотреть. Мутейблсет, это будет у нас множество, где написаны стандартные методы contains iter len add discard то есть добавление и удаление неважно чего, тут просто добавление и удаление есть, да? Иными словами, необходимо вам разобраться, что делают эти методы, тут вполне понятно, мы разбирали, да, там в уроках, и разобраться с множествами. Теперь, в конце концов, в чем заключается профессионализм, надо будет применить эту технологию, ведь ее не обязательно к окнам применять, но надо применить и понимать когда и зачем. Обратим внимание, здесь мы должны четко понимать, что такое множество, то есть, чем множество отличается от последовательности, это я вам ставлю вопрос, да? Значит, нам надо именно та ситуация, где не будет иметь значения последовательность, допустим, при открытии окна совершенно без разницы, оно там будет под номером 5 или под номером 6, да, внутри, да, без разницы, главное, чтобы оно открылось и закрылось, все. То есть, это тоже надо объяснить. Итак, получается следующее, мы имеем технологию, иными, стандартный класс, mutable set. Мы могли, конечно, там городить какие-то свои классы, но зачем, если в Python есть очень классная, крутая, серьезная вещь. Вот это и отличает Russell и Kate магии, он не городил, он просто ага, windows set прекрасно подойдет для реализации окна. И уже он задумал на том этапе, что кроме стандартных методов, которые входят в значит add discard добавления и удаления в mutable set он на том этапе уже задумал, что он добавит метод и от и суп и суп добавление на месте сложения на месте для чего? Вполне очевидно, потому что он понимал, что человек при помощи функции обратного вызова может написать потом абсолютно любые действия new window обычное окно и потом делать эти действия с окнами смотрите как все решается моментально и просто я по сути дела вызвал окно применил плюс равно то есть это и есть работа метода и ад и присвоил значение функции обратного вызова new reside window новый размер window то есть позиция 300 300 отодвинуть вот она срабатывает у нас я там ничего пока так стоп вот она срабатывает переместилась да иными словами это мне дает огромные возможности я могу перекрасить окно то есть всего два класса и куча действий вот это я от вас хочу в разделе который будет называться начальная разработка то есть начальная разработка это не написать два вшивых класса да и сказать вот это класс здорово нет ребят чтобы перейти к разработке технологиям да то есть к какому-то более серьезному шагу нам необходимо понимать технологии не надо их придумывать есть джанга есть пайторч есть тога есть еще куча профессиональных инструментов где очень круто реализованы вещи например если взять джанга и тога то здесь я вообще не знаю тут я балдю я просто балдю от этого если мы тога посмотрим например ребят так это же красота зачем что-то придумывать смотрите хэндл хэндл смотрите как все просто и уникально смотрите файлик 10 строк но при этом этот файл делает работу иными словами обработчик смотрите как все гениально и просто ведь проще взять посмотреть что надо разобрать что правильно карутины это не так сложно и дальше смотрите какой набор всего это включает этот короткий код включает смотрите гениально гениально и банально просто новичок справится итак обертки оберните обработчик пользователем чтобы пользователь мог вызвать если обработчик является наивляется нативным вернуть обработчик родной если обработчик является связанным методом то есть все учтено или функция вызовите его и верните результат просто возвращает результат функции если обработчик является генератором вызывайте его асинхронно то есть как к рутин, если обработчик является программой, к рутинам, установите цикл асинхронных событий, возвращайте собственный обработчик, иными словами, он даже дал, пожалуйста, программист, выдумывай свой, и мы это вернем, охренеть, скажите, что придумывать, что придумывать, теперь смотрим, насколько это гениально, смотрим исходный код, смотрим виджеты, берем самый простой виджет, ведь мы с кнопкой уже только что сталкивались, и видим здесь, хендл, оберните, иными словами, то же самое, что и происходит, вот именно поэтому у нас рождаются вот эти вот простые действия, да, что мы, что берем, берем кнопку, сейчас, секунду, где я там писал, вот, то есть у нас есть стандартный класс баттон, который мы посмотрели, уже знает об этом обработчике, только что смотрели, не буду открывать время, класс баттон, давайте откроем, здесь же банально, банально, вот, он пресс имеет метод, да, и работает это все при помощи, вылетело слово, потом скажу, сейчас не так важно, иными словами, что получается у нас? у нас получается, что баттон, и когда мы применяем метод он пресс, грубо говоря, дави кнопку, он уже знает, что будет обрабатываться обработчиком, поэтому пишем мы разную хрень, которую нам вбредет голову, лишь бы это отвечало, лишь бы это отвечало параметрам, грубо говоря, языка Python, да, иными словами, чтоб это стерпел Python, а обработчик точно что хочется вернет, все, чтоб мы не написали, вернет, смотрите, простота, красота, теперь, вот это я от вас хочу, не надо читать книги, разную ерунду, да, что там, берем профессиональный код и разбираем, вы один раз, на всю жизнь, разобрали, допустим, в течение, а скопом это легче разбирать, ребят, сразу говорю, скопом легче, так, где это так, если вы разобрали, ой, где оно там делось, разобрали винтов сет, допустим, множество, разобрали, то у вас уже есть, что я это называю, полуфабрикат, приехали вы на дачу, замесили капусту, но нет камня, хрен с ним, видим диск от автомобиля, закрутили в пакеты, нажали, пойдет, у вас было действие нажать, и вы знали, что это действие должно быть что-то тяжелое, все, но так как не было камня, вы воспользовались, абсолютно тот же принцип работает программирование, ребят, но разобраться, что это, как работает, с чем, вот вам готовый полуфабрикат, куда идти, ну это, ведь в школе мы изучаем, ведь мы работаем с исходным кодом, я сказал, ребят, что, вот вам, пожалуйста, как писать, что писать, зачем писать, просто надо научиться это читать, и понять, почему его применил, я вам объяснил, Рассел Кейт Маги, смотрите, просто, просто, гениально, гениально, зачем придумывать, и сейчас я вам рассказал еще больше, то есть при реализации своего проекта, вы можете применить обработчик, который будет обрабатывать все остальные команды, так же работает Джанго, только там просто уровень идет милтвер, да, промежуточного, там именно на промежуточном уровне он вылавливает исключения, если мы не то вписали, он все остальное вылавливает, но, подождите, но смысл один, когда мы понимаем, что есть понимание обработчика, Джанго он так применен, здесь так, то, но смысл все равно, полуфабрикат один и тот же здесь работает, понимаете, поэтому обработчик я могу применить к веб-системе, к мобильной системе, если у меня есть мобильное приложение, и там я добавляю каких-то 20-30 элементов, ребят, что выдумывать, что там парится, что там пыжится, написали один обработчик на все и кайф ловим, никто никогда ни в чем не запутается, вот что я от вас хочу, не надо мне соплей, которые дают на курсах там где-то, где вот был Сережа, Сережа, дебил, дебилы там преподавали, я не скажу, это очень известные курсы, да, грубо говоря, читаем, что учили на курсах делать, отзывы, отзывы нажимаете, ищите на второй, наверное, странице, поищите, почитайте, и близко такого не было, Филькин Сергей, я его сам, ребята сами отзывы пишут, а Сережа, я сам, Сережа, ты мне не отзыв, ты мне напиши, что ты делаешь, почему у тебя классно пошло, так он написал вообще сначала свою историю, значит, я хоть понял, что там было, вот что он написал, учились, знаете, что учили людей, копировать чужой код, это же, блядь, это так сложно, да, это то, что надо программисту, иными словами, грубо говоря, сказали, ребята, вот вы пришли на курсы, заплатили деньги, мы сейчас вам накидаем кодика, а вы отъебитесь и валите отсюда, вот что сказали на словах, да, мы написали YouTube, ВКонтакте, в какой-то момент я понял, что сам ничего не могу написать, понятно, а дальше читаем, да, прочитайте сами, я только один момент хочу рассказать, это я не ругаюсь, это я в бешенстве, просто, откуда Сергей знал, что просто, грубо говоря, его просто мутит ему голову, да, накидали кода, и все, он сделал приложение, а ни одной строчки не могу написать, дальше смотрим, потом эти придурки, по-другому, я задал придуркам вопрос, должен ли я по происшествии четырех месяцев уметь что-то писать самолично, конечно, 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 понимаете, я понимаю, скорее всего, что там дебил, который сам не понимает, взял конспект и вот его читает, да, потому что если его завести в изходный код, он тут и начнет срать сразу, в этих организациях есть, я и сказал, курсы, серьезные программисты, но они хуйней такой не занимаются, понимаете, извините меня, они находят человека, который что-то БМЭ, вот тебе конспект, иди делай вид умный, что ты программист и рассказывай, вот так это происходит, и открою секрет, приглашали на курсы, большая часть вообще курсов и в России, и в Беларуси вообще возглавляют непрограммисты, вот они и выдумывают там, что нам сделать, пригласили, то сказал, это сказал, вот он пишет, мы долго и упорно учили типы данных, потом шашками на голову понеслось функции класса Django HTML, заглянуть в исходный код и документацию, не было и речи, что они учили, да блять, нахуя тогда эти курсы, копируй, зайди ты на ВХАП и копируй себе в удовольствие, там тем более проекты все рабочие, и копируй, говорю, ой, я программист, я накопировал кода, ребят, не, в школе Бусановского такого нету, вот что я от вас хочу, чтобы вы знали, где применить, вот тогда вы будете любой код писать и понимать, ведь я вам не сказал скопировать, я сказал, разберитесь, почему Рассел Кейт Маги поставил это здесь, и запомните, три нельзя, Римми хотел сказать, вот она сделала домашнее задание, первое, в питон нельзя читать Лутца, нельзя, потому что именно эта дебила, вот сегодня пошло, именно эта дебила написала, что неважно, тут параметры, аргументы, это один хрен, иными словами, если вы идете на рыбалку, ну какая разница, что взять удочку или кирпич, да без разницы, в том-то и дело, что не без разницы, второе, не надо воспринимать переполнение стека сайт как истину, я не против дневного, но после документации, недавно парень прислал, вот два дня назад буквально, так, не то, спасибо за отличные уроки поджанга, вот смотрите, здравствуйте, прошел у вас курс поджанга, проходил самостоятельно, не скидывал ничего в группу, до этого проходил парочку-трое курсов, писать самому свои проекты сложно было, чуть что, на ютуб лез, гугл, хотя чуть больше пайта на год, чуть больше года, до этого пытался читать дохи, ничего там не понимал, после вашего курса пришло озарение, я теперь кайфую от документации, ребят, так ведь проще научить один раз человека разбираться в документации, исходном коде, он вам любой код будет читать, ему будет похрен, все одинаково устроено, или вы что думаете, функцию обратного вызова, ааа, я понял, С плюс плюс функцию обратного вызова использует марсианскую, а язык Котлин обратного вызова использует, какую? Все, Сатурна, пиздец, все по-разному, ребят, ау, ебанитесь, функция обратного вызова вообще, эта конструкция относится к функциональному программированию, она просто, смысл ее, везде один и тот же, просто-напросто, она будет реализована в языке, С плюс плюс имеет тоже смысл, только по-другому код, да пусть там синтаксис хоть раком стоит, какая нахрен разница, если вы смысл понимаете, вот в чем смысл школы Бовсановского, писать на любых языках, изучаем конструкции языка, изучаем, что есть в их языке, ну что здесь сложного и непонятного, поэтому я сказал, лучше в школе, кто приходит, не читать, этого дебила, который, я тоже когда-то в 2008 начинал, думал, ой, как охрененно, а сегодня смотрю, там же программированием не пахнет, там человек, который насрал, насрал многим людям, а все копируют, атрибуты у них, блять, стали, извините за выражение, параметры, атрибуты без разницы, все, и жопа у вас в программировании, если вы параметры, атрибуты смешали, все, дальше может ничего не разбираться, все равно не поймете. Дальше он рассказал про последовательности, про типы данных, пошел, вот как курсы пошли, не то совсем. Проще понять технологии, разобраться, что одинаково во всех языках, а потом просто посмотреть на синтакси языка, понимая принцип, выделить все, что относится к любым языкам. Ребят, ведь это же банально и просто. Ладно, немножко похоричился, меня просто в бешенство кидает, когда я вижу фразу, что это без разницы, то без разницы, разница есть. Итак, смотрим дальше, что я от вас хочу. А, я Сережу показывал, и дальше что он начал делать. Я написал ему, что Сереж, ну я хотел, чтобы ты написал, что делаешь, так он написал тогда, вот я видео здесь на этой странице как раз, чтобы посчитывали, и вот он что делает. Совершенно простые вещи, идет классно и круто. Я ему сейчас писал видео, вот он пришел, новый проект дальше продолжать. Сереж, вы меня услышали, ребята? То есть начальный уровень разработки, я имею в виду именно это, тогда можно действительно уверенно войти в разработку. Но до этого все эти этапы должны быть пройдены. И вот уровень здесь четко будет прописан, на какой уровень я должен выйти. Вот то, что вы сейчас вышли, Сережа, то есть абсолютно нормальное, простое чтение кода. Да, Дима своя торнадо, потихонечку начинает тянуться, Катя я вижу, то есть чтение кода. Не может быть написания кода без чтения. Конечно, единственное гениальное, что может быть, как на тех курсах, где был Сережа, копировали код, ребят, бесплатно абсолютно, вот вам ссылка, заходите и копируете. И ощущаете себя охуенным программистом. Ребята, зачем тогда деньги платить, я не понимаю. Скопировали, давайте, давайте получать кайф просто от этого. Просто берем и пишем, Ю, Юпай, я, блядь, сейчас буду охуенным программистом. Все, ес, слышите все, я программист, я скопировал код. Что теперь? Я знаю, у меня есть второй шаг, теперь я пойду на переполнение стека. Там собрались такие же, как я, которые ни хрена не знают. Но это самый главный сайт. И я буду там смотреть, тупить, ничего не понимать. А если оно заработает через неделю, то я буду говорить, ес, я супер программист. Ребят, это заблуждение. Это заблуждение, это не программирование. Я же не против переполнения стека. Я против того, чтобы вы... Я против чего? Я против того, чтобы вы не путали божий дар с яичницей. Я сейчас вам задаю вопрос. Что для вас работа программиста? Вот на тех курсах, где был Сережа, им там четко сказали. Ребята, вы тупые. Вы тупые, потому что мы вас будем учить, как тупых. Мы вас будем учить, мы вам будем заливать, что вы охрененные программисты, но учить вас будем копировать код. Дальше мы вас еще наебем. Вы пойдете на оверсток и будете гадать на кофейный гуще, сработало или нет. Ребят, копирование кода, это не работа. А вот это, они сказали, то есть для Сережи на тот момент, это и была работа программиста. Ау, давайте мы придем к парикмахеру, который первый раз взял ножницы. Будете у него стрища? Неа? Ну хорошо. Ладно, с парикмахером, черт с ним. Пойдем к повару, который ни разу не готовил. А, да-да-да-да, что-то догадываться начали. Оказывается, в жизни то же самое. Оказывается, желательно немножко поготовить, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Оказывается, ребят, смотрите, вы все соображаете. А что в программировании так? Правильно. Не так то, что вы до этого момента не знали. Что программирование есть то, что называется профессией. И вы себе должны первым делом ответить на вопрос, что для меня работа программиста. Ответ на вопрос популярно дан на этой странице. Главный. Пожалуйста. Вот видите, здесь даже на рисунке. Документация, исходный код, функции. Три основные вещи, которые вам нужны с первых шагов. Вот что Диме, который пишет. Да, Валерий, все верно. Вначале у меня показали функции. JavaScript в других языках. То есть человек у меня уже начал писать на несколько языков. Потом обратили внимание на чтение документации исходного кода. Я впервые от вас узнал, куда смотреть, на что смотреть. Ребята, так что, лучше будем учиться ловить рыбу или просто ходить на версток и выпрашивать эту рыбу. Ой, оверфолл. Переполнение стека. Так вот, ребята. Так вот, ребята. Программистом будете выступать именно вы. Так вот. Заканчиваю. Хватит. Начальный уровень разработки. Повторяем. А, я вам не ответил на вопрос. Прочитайте. Работа программиста это работа с документацией с исходным кодом. Все. Все. Все остальное потом. Так этим же надо сразу заниматься. И люди растут, и все получается. Вот почему у меня люди пишут. Значит-то, подводим итог этого видео. Ну, Сереж, понял, что делать? Значит-то, на первом этапе смысл работы в песочности, чтобы выйти на уровень понимания, чтения, знания и умения применять технологии с исходного кода. Мы рассматривали ранее. Для этого надо дойти. И дойти определенным образом. То есть, само по себе ничего не придется. Копированием тоже ни хрена не получится отделаться. Но. Есть одно но. Получится у всех. Я не видел людей, у которых не получается. Все начинают писать. Лучше, хуже. Зависит от времени, терпения. Но начинают писать все. Осознанно. И есть определенные этапы. Значит, для того, чтобы нам до этого дойти, нам надо сначала выйти на уровень. Мы должны четко понимать, что мы должны выйти на уровень чтения кода. Сереж, понял. Это здесь обсуждается. Здесь будут добавляться все моменты. Чтение кода. Понимание переменных чтения. Написание того, того, того. Вот будет уровень. То есть четко будем знать уже, будете знать, куда мне надо подтянуться. Если знаешь куда, то как это не проблема. И знаешь зачем, чтобы выйти на начальный уровень разработки. Знаешь как, зачем, то есть куда, для чего. То остальное все проблемы нет. Здесь, в разделе, изучение языков программирования принципиально, исходя из того, как устроены все языки. Иными словами, изучаем те вещи, которые применяются во всех языках. Дальше язык для нас перестает иметь значение. Дима Сварнадо, Сварнадо, гонит Python, JavaScript, C++, C Sharp. То есть ему это интересно. Для того, чтобы у нас все получилось, у нас должны быть сформированы привычки работы с кодом. Здесь не будет, к сожалению, ребят, копирования кода. Да, я против этого. Здесь, видите, написано две строчки. Документация, исходный код. Как с этим работать дальше по принципам. Ну и первый пункт, когда вы пришли, Сережа, я говорил, с чего мне начать. Все, ребят, пока. Это первый проект. Сама разработка приложений с искусственным интеллектом, с применением его, везде будет уже следующий проект. Мы же не можем прийти и сказать, да, вот мы нифига не знаем, будем разработчиками. Я предполагаю, что вот как я в школе растил, только теперь я хочу растить конкретно разработчиков. Есть уровень, до него дошли. А что, дальше вы будете сомневаться, что-то не получится? Ага. Видите, не сомневайтесь. Если мы открываем, понимаем технологии, сегодня одну, завтра вторую, третью, понимаем, как написать обработчик, что не напишем? Напишем. И легко. Ну что, гениально, ничего гениального нет. Все банально, просто. И схожу из исходного кода. А вот теперь решайте, чем вам заниматься. Либо хотите себя спрашивать постоянно, почему у меня не получается. А я вас приглашаю в проект. Все получится. Читайте, нажимайте главную. Просто на данный момент я переписываю там немножко сайт. Потихоньку, времени особо нет. И DevHackers. Читайте. Два проекта, которые сделают вас программистом. Все получится. Спасибо за доверие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому